Актуальность. Проблема выбора оптимального метода лечения рака прямой кишки, выбор актуален во всем мире. Распространенность этого заболевания находится на лидирующих позициях статистики второе место у женщин, третье место у мужчин. Это связано с высоким показателем смертности среди пациентов, имеющих колоректальную злокачественную опухоль и, соответственно, ростом выявляемости случаев рака прямой кишки. На современном этапе самым эффективным методом снижения частоты локальных рецидивов признается химия-лучевая терапия в комплексе с радикальным оперативным лечением. Комбинированное химотерапевтическое и лучевое воздействие на первичную опухоль существенно улучшает результаты хирургического вмешательства. Мне эта картинка понравилась из старого учебника. Каких больных мы лечили нашим методом новым? Это опухоли анального канала и нижнеампулярного отдела прямой кишки. Все, что выше среднеампулярный, верхнеампулярный и рактосигмоидный отдел, это были пациенты исключены из этого исследования. Проблема химия-лучевого лечения. Прежде всего скажу, что лечение колоректального рака в последние годы стало более разнообразным и имеет много подходов. Этому способствует развитие фармацевтической промышленности, достижение в лекарственной терапии и разработке химиопрепаратов. Включение в лечебный процесс комбинированных методов дистанционной и контактной лучевой терапии. Обновление техники хирургических действий. Однако, несмотря на все эти достижения, количество рецидивов местного процесса опухолевого не уменьшается. Помимо того, вклад в статистику неблагоприятных исходов вносит осложнение химио-лучевой терапии. Как системного характера, например, угнетение косномозгового кровотворения, так и местные лучевые ожоги, язвы, медленно заживающие раны. Сопровождающие такое лечение, явление токсикоза и гипоиммунное состояние снижают качество жизни пациента, вызывая физические и психологические расстройства. Проблемы химио-лучевого лечения связаны с высокой токсичностью метода. Применяемые в лечении противоопухолевые препараты вместе с уничтожением раковых клеток подавляют гемопорез, оказывая на него негативное воздействие. Подавление эритропореза приводит к нарушению кислородного статуса пациента, развивается тканевая гипоксия. С учетом развивающейся опухолевой интоксикации, а также накопления в процессе лечения метаболитов опухолевой деструкции, и суммарное воздействие химио-лучевого лечения может быть разрушительным для организма. Влияние химио-препаратов и лучевого лечения на развитие интоксикоза, а также их негативное воздействие на здоровые ткани, обуславливает необходимость поиска метода выведения из организма больного продукта в опухолевого распада. Широкий спектр существующих методов афферентной медицины делает возможной борьбу с интоксикозом путями гемокоррекции и детоксикации. Данное вмешательство показывает достаточную эффективность при лечении опухолевой интоксикации. Тем не менее, следует учитывать потенциальные риски и осложнения их применения. А также немаловажным аспектом, ограничивающим применение методов экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации, является вероятность непрогнозируемого снижения концентрации противоопухолевых препаратов крови. Таким образом, в процессе научного поиска встает задача подбора оптимального метода детоксикации в онкологической практике. Эффекты озонотерапии Прежде чем прийти к этому методу, о котором я буду рассказывать, мы провели обзор литературы существующей. Также мы ссылались на Ассоциацию российских озонотерапевтов в подборе дозы концентрации озона при лечении. Медицинский озон обладает выраженным антибактериальным, верицитным, дезинфикационным и иммуноториагирующим действием. Я вынесла это на слайд как постулат, с которым абсолютно все согласны, сомнению это никакому не подлежит. Наиболее безопасным и в то же время эффективным методом может быть и должная озонотерапия. Это направление фиолетной медицины относится к окислительно-восстановительной терапии. Это всем понятно. Низкие концентрации озона не являются токсичными, так как активируется антиоксидантная система защиты. Механизмы медицинского применения озона сводятся к следующим эффектам. Стимуляция иммунитета посредством системного воздействия на организм низких концентраций озона. Локальное воздействие озона с выраженной дезинфицирующей активностью в отношении бактерий, вирусов, грибов и мембранно-протекторным эффектом в отношении местных тканей. Системная активация метаболических процессов, оказывающих влияние на кислородный гомеостаз в организме. Патогенетические аспекты применения озона обычно не воздействуют напрямую на мембраны, так как этому препятствуют несколько защитных факторов липопротеины и альбуминной плазмы, а также водорастворимые антиоксиданты, участвующие в привычном связывании и преобразовании свободных радикалов. Биологическая активность озона в этом случае является результатом динамического равновесия между прооксидантными свойствами производных озона и компонентами артиоксидантной системы защиты. В тромбоцитах действие активных фор кислорода приводит к повышению уровня факторов роста. Тромбоцитарный фактор роста активно включается в процессы репарации ангиогенеза. Данный белок, синтезируемый мегакариоцитами на костно-мозговом этапе кровотворения, содержится в альфа-гранулах тромбоцитов. Он является сильным стимулятором восстановительной активности чувствительных к фактору клеток, фибропластов и миоцитов гладкой мышечной ткани. В клеточном цикле он действует как антипролиферативный фактор в нормальных эпителиальных клетках и на ранних стадиях онкогенеза. Таким образом, влияние озонотерапии на систему крови при опухолевых заболеваниях и включение в цикл терапии данной методики является не только вспомогательным механизмом снижения симптомов гипоксимии и активации иммунитета, но и непосредственным ботогенетическим способом торможения опухолевого процесса. Избирательное использование озона в виде радиосенсибилизатора опухолевых клеток и в качестве радиопротектора окружающих здоровых тканей позволяет насыщать опухоль кислородом в адекватно высокой концентрации, иметь более эффективное воздействие на опухоль за счет способности озона индуцировать в освобождение тумор-некротизирующего фактора, который участвует в уничтожении опухолевых клеток. Впервые в радиологическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирска применен новый метод лечения в комплексной терапии рака прямой кишки. Нами получен патент на изобретение, называется способ лечения нескорасположенных опухолей прямой кишки анального канала, вышеуказанный номер, буквально месяц назад мы его получили. Способ лечения нескорасположенных опухолей прямой кишки анального канала путем проведения лучевой терапии, перед проведением первых трех-пяти сеансов лучевой терапии за 30-60 минут осуществляется введение в параректальную клетчатку озонированного физиологического раствора в концентрации озона 200-400 мкг на литр. Использованная аппаратура, всем известный синтезатор озона производства Лепсы и лучевая терапия проводилась на аппарате для брахитерапии Бибик Мультисорс. Ну вот можно увидеть, каким образом. Да, вот этот аппарат, и вот таким образом на больном это выглядит все. Преимущество исследования у нас проведено во сне пациентов, четверо мужчин и четыре женщины. Ну ни о какой статистике мы сейчас речи как бы вести не будем, и мы намеренно не представляем вам таблицы с гемограммами, с биохимическими показателями, потому что мы считаем, что нам нужно большее количество пациентов для того, чтобы предоставить хоть какие-то адекватные результаты и, соответственно, посчитать их в статистике, чтобы делать какие-то вот выводы. Но то, что мы получили, вот я сейчас об этом доложу. Возраст больных от 42 до 56 лет, от 70 до 73, прошу прощения. Сопутствующая патология отсутствует, и у всех пациентов впервые диагностирован рак прямой кишки, локализованный в нижноампулярном отделе или анальный канал. Гистологические варианты аденокарцинома и плоскоклеточный рак. Всем пациентам за 30-60 минут перед проведением первых 3-5 сеансов лучевой терапии осуществлялось введение в параректальную клетчатку 20-30 мл озонированного физиологического раствора в концентрации от 200 до 400 мкг на литр. Дальнейшее лечение проводилось согласно клиническим рекомендациям при данной патологии. Вот клинический пример. Больная 73-х лет поступила в отделение с диагнозом рак анального канала с переходом на нижний ампулярный отдел Т3Н0М0. Опухоль занимала 2 трети просвета кишки протяженностью 5 см. Гистологический вариант – умеренно дифференцированная аденокарцинома. Диагноз подтвержден при колоноскопии, МРТ и УСИ-трансактальным датчикам. В отделении проведен предоперационный курс неодиевантной химиолучевой терапии по следующей схеме гамматерапии в указанных дозировках с введением озонированного физиораствора перед первыми 3-мя фракциями. Лучевая терапия проводилась одномоментно с химиотерапией ксилодой. 100 мг в день в течение 10 дней. После 2-х недель перерыва проведен второй курс лучевой терапии в виде брахиотерапии. Перед каждым сеансом проводилось сведение озонированного физиологического раствора в прежней концентрации. При контрольном исследовании через 8 недель при МРТ и УЗИ опухоль не определяется. Следующий клинический пример. Больной 45 лет поступил в отделение с диагнозом. Рак нижнеампулярного отдела прямой кишки Т2Н0М0. Гистология высокодифференцирована аденокарцинома. Опухоль прорастает в все слои стенки кишки с инфильтрацией парактальную клетчатку на 2 мм. На доклиническом этапе пациенту проводится обследование с включением в него объем колоноскопии с биопсией, гистологической верификацией опухоли, МРТ малого таза и прямой кишки и УЗИ прямой кишки эндороктальным датчиком. После клинического обследования больной проведено лечение по следующей схеме. В указанных дозах радиолучевая терапия номером 10 без прерыва. За 30 минут до начала сеанса лучевой терапии перед первыми тремя процедурами в парактальную клетчатку вводилось 20 мл концентрированного азонированного физиологического раствора. При МРТ-контроле через 8 недель отмечена полная регрессия опухоли с ее последующим рубцеванием. Через 10 недель проведена операция в виде трансрактальной резекции рубца. Третий пример – гистологический вариант среднедифференцированного аденокарцинома, также рак нижнеампулярного отдела. Через 8 недель после окончания курса проведена операция в виде низкой передней резекции прямой кишки. Местных лучевых реакций и токсических проявлений нарушений гемодинамики на протяжении всего курса лечения не выявлено было ни у одного из 8 пациентов. При местном применении азонированного физиологического раствора отмечены некоторые системные изменения. Увеличение числа лимфоцитов при их изначальном снижении, нормализация СОЭ и гемоглобина, а также снижение иммуноглобулина класса G. Также отмечено улучшение психоэмоционального состояния больных, появление интереса к жизни и улучшение самочувствия, что немаловажно на фоне длительного эмоционального стресса, вызванного диагнозом и необходимостью продолжительности лечения и неизбежностью калечащей операции. Местное применение азонотерапии при лечении опухолевых образований прямой кишки является перспективным направлением. Противоопухолевый иммуномодулирующий и антигибоксический эффект азона позволяет использовать местную азонотерапию как безопасное средство повышения радиочувствительности опухоли. Дезинтоксикационный эффект азонотерапии является дополнительным преимуществом данного метода. Сочетание классических схем хирургического лечения полихимиотерапии, лучевой терапии, сместной азонотерапии дает возможность повысить качество жизни больного, снизить лучевую и токсическую нагрузку на его организм. В заключении мне хотелось бы сказать высказывание главного реаниматолога в России на сегодняшний момент, что в медицине нет неэффективных методов лечения. Любой метод эффективен, если применяется по показаниям, своевременно и методически правильно. Однако показания и время эффективного использования могут быть широкими или очень ограниченными. Я еще добавлю к своему докладу то, что в дальнейшем мы планируем выделить несколько групп пациентов, которые будут получать наш запатентованный метод. Пациенты, которые будут контрольная и основная контрольная группа. Постараемся на будущей нашей встрече предоставить более широкую информацию и все это доложим. Большое спасибо за интересный доклад. Пожалуйста, вопросы докладчику. Значит, предыдущие больные... Я понимаю, у вас небольшая группа еще, да? У нас небольшая группа, мы описали именно этих людей, а предыдущая группа это все остальные, скажем, предыдущая группа все остальные, которые были до этого. У вас впечатление такое, что все-таки с озоном получше, что ли, как-то? Вот смотрите, вот то, что нам говорят онкологи и радиологи, ну, налицо первое, это, конечно, изменение в гемограмме. Вот все, что я сказала, это вот нет таких вот катастрофических анемий, что вот больные, вот психоэмоциональное состояние, что немаловажно, да? Очень многие уходят с химио-лучевой терапии, ну, просто вот в никуда, да? Жизнь закончена, все, все плохо. Тяжелые процедуры. Это тяжелое, да, ну, тем более вот такая тенденция, что вот, к сожалению, хоть и оказалось, что, ну, да, второе место у женщин. Много молодых женщин стало появляться, вот даже до 40 лет. И вот другой вопрос, в чем же все-таки преимущество пара ректальные вот введения в клетчатку перед ректальными инсуфляциями? Как Вы думаете? Все-таки это более такая процедура сложная, чем инсуфляции, озонокислородные смеси. Мы об этом думали, Геннадий Андреевич, вот спасибо Вам за такое вот замечание, дополнение. Мы думали о ректальной инсуфляции озона, озонокислородной смеси. Ну, во-первых, вопрос концентрации. Вот мне очень тоже хорошо на лекции Клади Николаевне запомнили, что большая концентрация озона у больных онкологических, они не рекомендованы. И мы побоялись, что вот тут с концентрацией немножечко переиграть. Вы куда вводите? В пара ректом. В пара ректом. Нет, я имею в виду, Вы имеете концентрацию пара. Ну, а может кровоток все равно попадает? Ну, как? Я понимаю, что попадает. Но эта процедура более сложная, чем инсуфляции ректальной озонокислородной смеси. А эффект, мне кажется, больше будет, чем... Вот смотрите, Артем Вадимович, во-первых, он делает заблаговременно это все, да? Во-вторых, ну, лучевая терапия, вот, ну, ректальная инсуфляция, через сколько можно начинать проводить радиотерапию? Ну, как делают в Германии... Вот тут мы как-то что-то не собрались и не придумали ничего. Нет, ну, в Германии есть специальный центр для онкологических больных, вот, которые, допустим, получают лучевую терапию. Они проходят два курса озонотерапии. Перед лучевой терапией или химиотерапией, да? В связи с этим на фоне озона улучшается чувствительность раковых клеток к лучевой терапии, так? То есть это курс проводится. Так значит, мы не первые все-таки. Нет, так это давно уже, это не вы первые. Ну, мы изолированно додумались до этого. Вот, и второй курс они проходят после лучевой и химиотерапии, для того, чтобы как-то поднять иммунную систему. И вот ректальный метод как раз, он и поднимает иммунную систему, потому что 70% лимфоидной ткани находится в лимфатических узлах вот здесь вот, понимаете? Лимфатические узлы брюшин, брюшной полости. Поэтому вот я не знаю, почему вот так это. Это более сложный метод, чем вот ректальные инсуфляции. Ну, вы знаете, мы воздействовали местно, мы вот хотели именно... Так это тоже местный будет, и воздействие, и ректальные инсуфляции. Ну, понятно, а мы вот более местно, вот уколоть туда, и как-то нам показалось по-хирургически это все. Через 5 минут уже в портальной вене все это есть, понимаете? Ну, мы же не отказываемся, в общем. Ну, вы попробуйте. Спасибо, да, попробуем, благодарю. Опять же, вот побоялись концентрации, потому что... А чего боятся концентрации? Задайте. Большие концентрации боимся, но потому что большие концентрации, они иммуно-подавляющим эффектом обладают. И так у людей, которые... Аппарат-то вам все выдаст, какую концентрацию вы попроете, такое он сделает. Ну, хорошо, и с газом попробую. Вы не боитесь вводить жидкость. Не боитесь вводить. А газ почему-то боитесь? Ну, логично туда внести газ, чем жидкость. Ну, если сосуд попадем, эмболию вызовем. Какую эмболию? Ну, если сосуд попадем, ну, геморрадиальный узел попадем, и все. И что будет? Не узел, а вену, вену, имею в виду. Да? Да, когда я поставлю, как-то, когда я вам начать, я не слушал. Ну, вот мы читали, как раз и Атясова, и Шахова, и Конторщикова, в общем. Еще вопрос, пожалуйста. Пойдем, читали, в общем. Наверное, на счете, выключите на слово, не скажете, как коллеги. Спасибо большое. Спасибо. Требует внимания, во-первых, нашей аудитории, безусловно, потому что мы занимаемся озоном, и вопросы антиканцерогенового действия постоянно идут от озонотерапевтов, которые начинают работать, которые уже работают, и от больных, самое главное, слухи идут. Но, когда мы были впервые знакомы с этой темой у европейцев, там в основном используется, конечно, системная озонотерапия. Вот то, о чем сказал Геннадий Ильич, до и после повышается чувствительность, и снижается, самое главное, нагрузка лучевая. Снижает они вдвое нагрузку. Потому что после нашей лучевой терапии, после обычных схем и химиотерапии, они вперед уходят больше от интоксикации. Это раз. Второй интересный момент, с точки зрения самого лечения, то, что прозвучало в докладе, это местное применение, локальное применение в зону опухолевого роста. Вот что очень важно. Потому что там готовится весь организм к сопротивлению, потом весь организм очищается. А здесь конкретное воздействие на раковую клетку. Почему? Вот товар был в 1931 году. Открытие сделал, что одна из причин роста раковой клетки, это недостаток кислорода. Недостаток кислорода, и раковая клетка растет. А вот когда кислород начинаешь вводить, и мы делали такие эксперименты, можно раковую опухоль не ввести в полный регресс, получить растущую экзофитно на кожно. Мы это делали. Но есть данные, что раковая клетка, она очень много потребляет кислорода. Вот когда местно вводишь, как раз вот большие концентрации активной кислорода и губят. Потому что раковая клетка размножается за счет... Так она во всем организме снижена. Нет, 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 очень интересный, потому что результаты сами говорят за себя. А что бы мы и сейчас не посоветовали, конечно, не метод нуждаться и в наших советах, и в наращивании этой темы, и апробации, и добавлении систем на озонотерапию, безусловно. Но вот сочетание физического фактора, уничтожающую опухоль в низких концентрациях и малого объема активных хронов кислорода, меня, например, это прямо поразило сегодня. Вот поэтому... В хорошую сторону или в плохую? Лучшей, в лучшей, конечно. Спасибо большое. Мы тоже об этом думали. Да, работа в самом начале, поэтому надо ее развивать и получать. Спасибо большое. Вам спасибо тоже.